Это было супер. Это по-настоящему народное, а главное, это честное шоу. Я не думала, что это на пинал. Все нормально, дошли. Для меня народный повар – это 31 сценарий. Порядка 200 рецептов. Мы на самом деле, мне кажется, уже можем издать даже кулинарную книгу народного повара. Халентимбокко по-милански и тирамису. Из этих двух блюд я знаю тирамису. Люди приезжали разные. Кто-то приезжал веселые, кто-то чуть более закрытые. Но было всегда интересно смотреть, как менялось их поведение. По-разному. Есть моменты, есть нюансы. Волнуемся, но как дома. Но как дома. За одной женщиной на отборочном, которая вышла из программы, я прям плакала даже. Это полный провал. Такое подавать на шоу, народный повар, ни в коем случае нельзя. Не переживайте, боже мой. Это новые люди. Это обычные люди, которые соревнуются. Активненько, активненько, но не перебзбить. Пытаются проявить себя. Вроде как и обидеть их нельзя. Соус напоминает, как будто бы это в столовке свинина с кетчупом. Что-то мимо опять. Ну, я там сказал пару раз, наверное, что это кошмар. Можно съесть, да? Один раз, правда. Но это, к сожалению, нет. Было очень трепетное отношение, как к такому, к внучку. Так я тебе с тобой люблю. Это все мне. Я сейчас, сейчас. Я же не могу в кадре есть. Как поется в песне «Лето – это маленькая жизнь», вот у нас народный повар – это была какая-то маленькая жизнь внутри большой другой жизни. Они все хотели победить. Итак, в финальной битве название народного повара Беларуси мы присуждаем. Янек и Ирина Жих становятся победителями шоу «Народный повар». И мы вручаем вам эту долгожданную статуэтку. За нее боролись очень многие. Но получайте ее именно вы. Держите! Спасибо! Поздравляю вам! Поздравляю! Спасибо! 25 апреля вышел в эфир финальный эпизод первого сезона кулинарного шоу «Народный повар». Победителем стал врач ультразвуковой диагностики Янек Жих из Минска с супругой Ириной. Их тандем нельзя было назвать темными лошадками, они четко и уверенно побеждали в каждом туре. Поэтому для съемочной группы победа Янека неожиданностью не стала. Хотя каждый из 62 участников шоу имел все шансы стать «Народным поваром». Кому-то не хватило опыта, кому-то просто везение. Их эмоции зритель видел каждое воскресенье. Но от зрительского взгляда были скрыты эмоции еще 60 человек, участников съемочной группы, которые в основном находились по ту сторону кадра. И в сегодняшнем выпуске мы хотим приоткрыть завесу телевизионной кухни «Взгляд изнутри». Тем более история кулинарного шоу «Народный повар» началась за полгода до выхода первой программы в эфир. Возникновение идеи этого шоу «Народного повара» можно сравнить с такими актерскими байками, как говорится, сообразили на троих. То есть вот посидели за столом там, вот родилась идея спектакля. Вот у нас, по сути, также родилась идея шоу, потому что мы встретились я, Герман Тито, ведущий, и Дима Семага. Поговорили о том, что у нас в телевизионном пространстве не хватает нормального кулинарного шоу, потому что все похожи один на один. И разошли, собственно говоря. Но у меня-то мысль-то засела, вот эта вот семья. Я стала думать, я стала гонять мысли, я стала смотреть кулинарное шоу разных стран мира. И пришла к выводу, что если делать нам, то это должно быть кулинарное шоу, в котором участвуют не звезды, не медиаперсоны, а исключительно простые люди. Простые люди разных профессий, из разных уголков страны. И когда эта идея у меня поселилась, вдруг звонит Герман, он как раз тогда приехал из Индии, и он говорит, вот, я придумал, это должно быть народное шоу, простые люди. И я понимаю, ого, второе звено есть. И мы тогда звоним Диме, говорит, ты знаешь, вот так и так, есть такая идея, люди должны участвовать, сейчас какое-то время Дима позвонил, говорит, я придумал, мы называем его народный шеф-повар. Простой обыватель вряд ли знает, что запуск любого телешоу сопровождается предварительным пробным выпуском, который в телевизионных кругах называется «Пилот». Понятное дело, к авиации он не имеет никакого отношения. Смысл в том, что если пилотный эпизод понравится, его запустят в эфир. Если нет, то он так и останется пилотным проектом. В случае с народным поваром было именно так. Контрольной группе зрителя программа пришлась по вкусу. Правда, пилотный выпуск в эфир не вышел, была доработана общая концепция и технические аспекты съемочного процесса. Но участникам пилотного эпизода, группе «Аура», семейному тандему Юлии Быковой и Евгении Олейника, первый блин пришелся по вкусу. Честно вам скажу, такая атмосфера была легкая, веселая, музыкальная, непринужденная. Я считаю, что Юля победила в силу того, что она решила проэкспериментировать. И этот эксперимент на самом деле дал какие-то знания на будущее. А я так по старинке сделал то, что я обычно дома делаю. А потом понеслось. Новый, более комфортный съемочный павильон. Удобная площадка для кавер-бенда. Кстати, и живой звук. В сопровождении музыкального коллектива «Калибри» во время кулинарного шоу это тоже было в новинку для белорусского телевизионного сегмента. Я сам участвовал во многих телешоу в Европе. Я скажу, что наше шоу «Народный повар» не уступает ни на йоту иностранным. Есть свои взгляды, свой концепт, свои студии. Где-то возле моря у нас больше рыбы, есть студии. В нашем варианте у нас была курица, у нас была и свинина, и говядина. Все, что есть у нас. Это очень хорошо. Мы использовали продукты, которые растут на нашей земле. Мы делали все честно. И это очень круто. Член Всемирной гильдии шеф-поваров Антон Каленик принял предложение стать экспертом шоу «Не раздумывая». Так же, как и его антагонист по судейству, фермер Андрей Абрамов. Роль ведущего решили доверить Герману Титову. Это шоу, я называю его, вот я маме уже много раз даже говорил, это как подарок судьбы. Потому что немногим людям на телевидении дана такая возможность ввести свое личное кулинарное шоу. Я, когда узнал об этом, я, если честно, подумал, что я не потяну это. Потому что, казалось бы, да, что тут делать? Пусть ребята готовят, ты там что-то говоришь, а судьи и профессионалы оценивают. Но в итоге это настолько эмоционально меня зацепило. «Шеф-повар из народа, давай устроим шоу! Шеф-повар из народа, все будет хорошо! Шеф-повар из народа!» Кстати, фирменную песню шоу, которую некоторые участники съемочной группы сделали звонком на свой телефон, написал он же, певец и композитор Герман Титов. Мне не хватало какой-то изюминки, мне не хватало какого-то слогана, строчки. Я решил, что вот такой четверстишек, как «Шеф-повар из народа, давай устроим шоу!» будет как раз к месту. Я написал этот припев, когда ехал в машине. Тут же на диктофон прислал его Татьяне Рудаковской. И такой жду, только бы вот она одобрила, иначе я лучше не напишу. Перезванин говорит, супер! «Все будет хорошо!» Пока ключевые участники и модераторы шоу шлифовали общую концепцию, шла работа над графической упаковкой программы. Заставка, в телевизионных кругах называется «Шапка», могла быть такой. И даже такой. Другим мог бы быть и логотип, но все сложилось так, как увидел зритель. «Чем проще, тем интереснее, мне так казалось. Поэтому это просто вот эти свежие листы салата, вот этот свежий помидорчик-огурчик, который сформировал вот эту основную шапку. И самое важное для меня было выдержать цвет, сделать столы желтыми, чтобы они выделялись. Нарисовать на стене кухню сзади, верхние шкафчики, потому что, ну, у нас у всех висят шкафчики дома, да. А нарисовать это было, мне кажется, интересно. И расскажу небольшой секрет. Я пригласил ребят, киношников, которые из подручных материалов собирают вот эту всю красоту. На самом деле у нас там полочки не выдвигаются, шкафчики не открываются. Это все бутафория, но профессионально сделанная, поэтому в кадре это смотрится богато, как вот хорошая настоящая кухня. Народный повар стал первым долгоиграющим кулинарным шоу на белорусском телевидении. Участники и простые люди, не имеющие отношения к шоу-бизнесу, не из медийного пространства, не сказать, что новый ход. А вот когда кулинарный батл не заканчивается одной съемочной программой, а перетекает из отборочного тура в 1-8 финала, потом в четверть финал, полуфинал и финал, такого точно не было. Редакторская группа до последнего сомневалась в выбранной концепции. О том, что им придется соревноваться, сами участники порой узнавали на съемочной площадке. Если выиграете вы, приз делим тогда. Не вопрос. Кстати, давайте сделаем так. Впервые нашел я. А что? Удивим всех. Я Ира. А это? А я ее муж, Яна. Я повар, я, я. Он. Я Сергей Петроценко. А я Юлия Кура. И мы очень желаем поучаствовать в народном шоу «Народный повар». Мы много времени проводим на кухне, потому что я люблю готовить. Я люблю вкусно поедать. Да. Я очень хочу попасть на ваш проект, потому что я люблю готовить для своей семьи и друзей. Поступило порядка 500, наверное, заявок из разных городов Беларуси. Это были и Брест, и Баранович, и Могилев, и Заслава, и Борисов. Основная, конечно, масса – это была заявок из Минска. Но много еще было из Витебска. Но, как правило, мы просили ответить на вопросы анкеты. Нам присылали видео визитки. Даже в стихах приходили заявки. И сидела, читала и поражала. Думаю, надо же, как человек хочет принять участие. Ряд заявок было цен сразу. Кулинарное шоу предполагает, что участник должен владеть не просто минимальными азами кулинарии, а готовить достаточно хорошо для обывательского уровня. Так волнительно, когда твои блюда пробуют. А, да, вот такие вот ребята. Когда мужа кормишь, как-то не так волнуешься. Конечно, конечно. Кстати, к съемкам были допущены некоторые шеф-повара. Но почему-то в отборочных турах они уступили учителям, библиотекарям, инженерам и представителям военных профессий. Были и уникальные случаи. Так Александр Дикун из Солигорска пошел на повышение. Благодаря нашей программе вы успели подняться по должности. Поставили завпроизводство. Вот, я уже думаю, ну все, я ворвался. И если свои не только кулинарные, но и творческие способности на шоу был готов продемонстрировать каждый, то умением водить трактор могли похвастаться единицей. Ольга Луговская из Минска помимо этого поразила экспертов способностями устраивать шоу, во многом облегчив работу съемочной группе. На каждый эфир она привозила, помимо мучных угощений и закаток, образцовый ансамбль танца «Скавыш». Принципиальное решение и редакторской группы, и экспертов Антона Каленика и Андрея Абрамова – ингредиенты. Только продукты белорусского производства. Слишком много всяких соусов там-сям, хочется кушать продукты, особенно наши, белорусские. Ну, смотрите, ну, в первую очередь, я думаю, что мы просто к ним привыкли. Второй момент – они растут в нашем таком климате, в котором мы живем. На генном уровне мы уже воспринимаем наши блюда, нашу картошечку, наше молочко, коровышек, которые походили по нашим замечательным пастбищам, особенно если взять мою ферму на севере. Они привыкли к этому климату и, соответственно, выдают безумно классное, вкусное, питательное молоко. Наши продукты, они очень достойны. Мы просто здесь живем, для нас уже глаз заелся, но наши продукты очень ценятся в Европе. Если мы видим курицу белорусскую в Риге, да, вот в Латвии, то она скупается самой первой, потому что считается супер качественным продуктом. Наши лисички – это просто нетлемая часть артистской кухни. Наши улитки во Франции. Может быть, многие не знают, но Беларусь всегда была главной стороной по поставке улиток во Францию. Хозяйка одной из белорусских ферм Галина Скипор была участницей отборочного тура. Сюардесса по профессии, облетевшая полмира. Галина была в числе тех, чей уход заставил плакать даже режиссера программы. Был момент, что Андрей Абрамов накинулся сильно на участницу из Витебской области. Была такая прекрасная женщина, она в прошлом стюардесса, вот, на мне очень запала душа, вот, я очень переживала, что он сильно ее ругает. Ну, уже очень сильно, очень. И, ну, остановить же я не могу. Да, расстроились. Ну, мне кажется, совсем не нужно было расстраиваться. Все-таки мы проиграли два грамма только. Всего лишь два грамма. Нет, мы выиграли. Да. А выиграли, потому что мы участвовали в этом шоу. Раскрывая секреты телевизионной кухни, не можем не упомянуть про такую вещь, как суфлер. Безусловно, телесуфлер с текстом для подобных шоу – вещь неуместная. Многое строится на импровизации. А вот слуховой суфлер во многом палочка-выручалочка. Правда, связь с аппаратной студией, где находится режиссер, звукорежиссер, сценарист и технический персонал по обеспечению видеосвязи, имеет лишь ведущие программы. Но и ему, как модератору, не всегда удавалось разрешить споры повара с фермером. Слегка суховато. Есть такое. Просто вот блеск. Спасибо. Что-то мимо опять. Для меня идеально. Некая каша, обжаренная в масле. Это, к сожалению, нет. На самом деле все идеально. Наши мнения совпадали и крайне редко, я скажу так. Жарко мы садили, всегда жарко. Но, возможно, в кадр не все попадало, потому что мы обсуждали потом долго. Нет, на самом деле все было замечательно. Никто не вмешивался в мой процесс принятия решений. Я абсолютно искренне жил, работал, присуждал. На мой взгляд, это было именно так, заслуженно. И поэтому все было очень честно, четко. И если никто из участников не сомневался в справедливости судейства, даже несмотря на низкие баллы или граммы, как мы их называли в программе, то по поводу отбора кандидатов, а также по формированию пар для кулинарного соревнования, возникали вопросы. И здесь тоже есть телевизионный секрет. Все анкеты изучал профессиональный психолог. Он же предлагал варианты пар для спарринга, чтобы не встретились на одной площадке два холерика или, наоборот, два молчуна. А в качестве психолога перед записью с участниками работал ведущий шоу программы «Наше утро» Дмитрий Терехов. Люди приезжали разные. Кто-то приезжал веселый, кто-то приезжал чуть более спокойный, кто-то чуть более закрытый. Но было всегда интересно смотреть, как люди, которые проходили дальше в новые этапы, как менялось их поведение. Один из наших участников прошит. Вот он первые пару передач, он всегда такой спокойный, выдержанный. Мы там больше как-то с супругой общались, там дети его поддерживали, дочка и сын. И когда уже был четвертый финал, в общем, заключительная игра, в которой он шел, в котором он участвовал, и он говорил больше всех. Я пришел в гостевую, он говорит, говорит, говорит. Я говорю, что это вы, наверное, волнуетесь? Он говорит, точно. И все. То есть, ну, кто-то так спасался. По-разному. Поволноваться в период съемок сезона довелось всей съемочной группе. Запуск проектов в сжатые сроки плюс пандемия спутали все планы. Зачастую приходилось искать замену заболевшим участникам за сутки до начала съемок. Так в шоу вернулась выбывшая в отборочном туре Анна Зизюлина из Витебска. У нас была участница Зизюлина Анна, она дошла до финала. Так вот, она долбила нас своими визитками. Она прислала их порядка, наверное, три или четыре, где она очень активно просила, я хочу, я стану лучшей вашей участникой, я буду победителем. Ну, то есть, вот так вот. Конечно, мы не могли ее не взять. Если вы отвергли мое первое сообщение, я вам пишу еще раз, потому что я очень хочу попасть к вам в кулинарное шоу. Как сейчас помню, я писала несколько писем, я просила в одном письме, я просто уже, знаете, набралась вот этого наглости и написала, пожалуйста, возьмите меня в шоу. Я же такая позитивная, ну возьмите меня, пожалуйста. В последний раз прошу вас, да? Да, я так и говорила, пожалуйста, если вы не возьмете, у вас будет очень грустное шоу. Было интересно наблюдать за нашими героями, как они приходили в первый раз в нашу студию. Абсолютно такие стеснительные, где-то, может быть, даже робкие. Они боялись посмотреть на камеру, боялись вообще, в принципе, разговаривать и отвечать на вопросы. А с каждым, с каждым этапом шоу они настолько росли и раскрывались. Они так эмоционировали. Например, Анна Зизюлина, которая плакала по любому поводу. С четвертьфиналов плакать начала и я. Вот я понимаю, что я редактор этого шоу, да. Я знаю, что это шоу, это просто проект. А потом я иду писать конечное интервью, которое идет в конце программы с участниками. И я понимаю, что плачут они, плачут их соперники. Рыдаю вместе с ними я. Спасибо большое. Но аппетит приходит во время еды. На отборочных турах все участники относились к происходящему с любопытством. И только с одной четвертой пришло осознание, что дружба дружбой, а обед по расписанию. Дух соперничества у нас, конечно, присутствовал. Без этого никак. Все-таки это шоу, это состязание кулинарное. Но они не были между собой вот такими прям соперниками. Они искренне переживали. Они плакали, когда выбывали их соперники. Я знаю, что они многие продолжали общаться. Там те участники, которые из одних городов, действительно стали друзьями. Они там встречаются, приглашают друг друга в гости. То есть они обрели, в принципе, новых друзей. Ты вышел на пять минут, возвращаешься, а они уже решили все вместе петь эту песню. Ольга и Галина, дуэт красотки. Творческие номера. Это отдельная часть шоу и чистая инициатива участников. Так же, как и подарки ведущему и экспертам. Скромные пирожные в первых программах проекта переросли в варенье и соленье собственного приготовления. Вообще, моя идея была забирать подарки сразу. Но почему-то возникшая тут же идея о том, что это все должно пойти в музей, несколько меня ошарашило, потому что я обожаю закатки домашние. Я обожаю огурчики. Слоеные баклажанчики. Дайте, дайте посмотрю. Это остается у меня. Это очень вкусное лечо. Похоже. В томатном соусе. Я помню некоторые моменты, когда участники пытались меня накормить уже готовыми блюдами. То есть в течение всего шоу я же не могу по возможности попробовать что-то. Но в конце, когда мы слушали мнение экспертов, некоторые из них просто ко мне поворачивали. Герман, мы тебя вот здесь немножко оставили. Ты же тоже покушай. Я хочу показать всем, какая красота меня ждет вечером на столе. Раз. Тоже еще и два. Ой-ой-ой. А там все. Ой, сопутствующее. Спасибо, ребята. Многие участники шоу «Народный повар» узнали только в конце, а некоторые не знают до сих пор. Но как только они появлялись на съемочной площадке и им подключали микрофон, в аппаратной студии слышали и видели все, о чем они говорят, как между собой спорят, делят сковородки и обсуждают соперников. А к третьей передаче мы узнали, что все судьи, они нас слышат, причем все. Андрей, ты неправильно нарезал, я его чуть не убила. Говорю, я тебе сказала соломкой, а ты кубиками режешь. Были случаи, когда наши участники пытались схитрить, они брали с собой какие-то предметы, кухонный инвентарь, который им нужен для приготовления какого-либо блюда, пытались его пронести туда, на кухню. Но, конечно же, мы это все замечали, все это видели и отмечали. Потом члены жюри, конечно же, тоже потом при оглашении своих результатов они делали какие-то им замечания. За это, кстати, снимались баллы, подсчет которых отдельная технология, простая, но надежная. Итак, барабанная дробь. Сегодня в нашем шоу со счетом в этот момент я беру калькулятор и очень-очень быстро складываю граммы, которые выставили наши судьи. Меня на площадке все называли «Голос в голове Германа». Сегодня в честной борьбе за звание народного повара со счетом 274 грамма побеждает Александра с сестру Вероникой. Возможно, телезрителям кажется, что мы недостаточно времени уделяем на раскрытие этого воли нового участника. Но нужно понимать, что хронометраж программы ограничен. Ну, час, в принципе, это достаточно долго. Но даже в этот час невозможно вместить все. Также как невозможно рассказать обо всем, что осталось за кадром в нашем фильме «Послевкусии». Так или иначе, ни один участник, ни один гость не ушел с программы голодным, а любимец публики Александр Солодуха возвращался в экспертное кресло три раза. «Пословать мне хочется точки твоей глаза». Поддержите! «Прослое не воротится и не поможет слеза. Поцеловать мне хочется точки твоей глаза». Финал был настолько настоящим, что я вместе с участниками, мне кажется, вот, такое ощущение, что я вместе с ним готова. И ждал оценки, вот, что же нам скажут. Ну и слезы, эти слезы, этот восторг детский. Это то, чего не хватает многим-многим шоу на телевидении. Вот именно неподдельный, настоящий такой народный такой вот посыл. Первый сезон кулинарного шоу «Народный повар» уже стал историей. В фото и видео альбомах участников остались яркие моменты, домашние кулинарные книги пополнились новыми рецептами, а в дневнике памяти съемочной группы – колоритный штрих и желание двигаться дальше. У нас не только сил, у нас хватит людей талантливых в Беларуси на второй сезон, я уверена. Без малого года мы жили вот этим проектом, и мы настолько сдружились, что, я же говорю, мы как семья были на христа. Это было хорошее время, это классный проект. И самое главное здесь слово, в этом проекте, мне кажется, это не повар даже, а слово «народный». Так что все молодцы. Все получилось. Ура! Шеф повар из народа, давай устроим шоу. Шеф повар из народа, все будет хорошо. Шеф повар из народа, давай устроим шоу. Шеф повар из народа, все будет хорошо. Шеф повар из народа, давай устроим шоу. Шеф повар из народа, все будет хорошо. Редактор субтитров А.Семкин